в общем видео я разделю то есть будет три части которые войдут обзор салона климат музыка навигация все двигатель немоподвеска то есть все это будет поделена несколько все потому что очень много и у меня это не влазит все в один ролик я не могу сделать 40 минутный ролик то есть я разделю и будут вот тут ссылочки внизу все ссылочки я сделаю на каждое видео не сразу да я первое видео выложу и потом буду выкладывать все остальные вот это видео конечно больше рассчитано на нового владельца который только приобрел и хочет узнать что да как либо тот кто сейчас думает что купить уазика потому что ему нужен внедорожник либо туарега так что смотрим подписываемся комментируем ну и ставьте лайки руль кожа бывает дерево вот у меня здесь кожа так как версия туарега с вебастой подогрева руля не то есть вот эти кнопочки боковые с одной стороны и со второй эта кнопочка у нас как раз на подогрев руля она не работает а это отключение клавиш то есть света при желании можно выключить и тогда они не будут мешать так работа кнопки подсветка руль не горит горит мягкие удобные от фейтона кнопки управления магнитолой громкость кнопочки не стерты все отличный гуночек это колесико у нас переход по меню время дистанции и переключение между меня то есть нажали сейчас показывает ошибки и настройки бегуночек и опять таки переключаемся сейчас меня range на 250 километров не хватает топлива по ошибкам кстати ошибочки вот можно их тут смотреть какие они есть и не у меня выскочили на фары вот здесь вот не знаю как других машинах это то что у меня них не работает одна лампочка при повороте и левый парковочный свет не работает не просто у вас не горит лампочка даже какая и с какой стороны то есть вот тут допустим здесь он показывает что в одной фаре даже две лампочки не работают с этой стороны у нас это у нас получается управление круиз-контролем то есть of он включить вот так вот он получается изменяется включить и выключить когда он выключен здесь показывает мне километраж то есть какой скорости я еду в данный момент включена круиз я выставляю 20 30 40 или когда я еду допустим 60 километров в час нажимаем и автоматически показывает 60 то есть начинаем 60 70 и все такое то есть есть градация в 10 можно управлять скоростью глуша двигатель управлять не ногой педали руками пальцем вот и можно сейчас на месте он мне не показывает можно еще по одному километру также сброс нажал на педаль тормоза и он выключился ждет снова команд состояние руля принципе ему 10 лет прошел 191 тысячу пробег родной вот таком состоянии руль залачен весь да его когда помоешь вот тут небольшой чуть-чуть до стоит здесь простой стоит круиз-контроль простой вот ставится еще адаптивный круиз-контроль его даже побоялись ставить на porsche cayenne так как считали что это дорого и нецелесообразно зеркало у нас получается с автоматическим затемнением мы берем так отключается включается здесь у нас показывает что работает она увеличивает то есть она достаточно сильно увеличить заднее окно чтобы видеть также когда мы включаем заднюю передачу там он видно зелененькие огонечки зелененькие огонечки это задний парктроник передний парктроник включается вот здесь также из клавиши его отключения зеркала зеркала с памятью сиденья с памятью то есть если посмотреть к примеру вот она вся включая заднюю передачу зеркало опускается сама то есть так как я его настроил мне было удобно смотреть назад соответственно при переключении передачи в драйв зеркала возвращается в то положение в который я его настроил для того чтобы ехать вперед ну или если я сейчас нажму память кресла номер два номер один то же самое то есть можно выбрать сейчас у меня правая если я переключусь на левая то соответственно переключится левая но я его не настраивал так про зеркала есть еще версия авто с мониторингом мертвых зон то есть здесь у него оранжевая который загорается пред если есть мертвый но с такими зеркалами нету мертвых зон нету просто нету то есть видишь все так по щитку приборов по щитку приборов что у нас здесь принципе температура масла тахометр температура антифриза топлива ну и соответственно заряд аккумулятора и спидометр также есть поворотники показывают где у нас горят выставление времени хотя можно через меню и сброс а домик климат контроль поправляется он каким у нас образом если бы автоматический режим нажимаем он будет дуть то есть автоматически включается испаритель то есть здесь нету такой холодно жарко если на улице жарко 30 градусов примером мы выставляем 22 будет дуть холодный воздух если мы вас на улице холодно как сейчас у нас сейчас минус два с половиной я выключаю и включая 22 то будет теплый воздух то есть нам не надо тепло холодно он сам догадается как ему дуть градация в полградуса очень удобно здесь двухзонный можно вот так делать здесь 26 23 как вернуть кстати очень долго искал просто держим пару секунд все и тут 22 и тут 22 и теперь они одинаково крутятся обогрев сидений 55 режимов очень удобно хочешь долго ехать на двушки на однушке то есть на японцах у них там тепло очень тепло выключено все здесь вот пять режимов очень удобно также обдув лобового стекла вверх дует центральной консольки и ноги то есть можно задавать как хочешь вверх вниз вверх вниз вверх либо вот так он дует он вообще дует отовсюду непонятно даже откуда то есть не понимаешь что ли отсюда такое ощущение что он дует не знаю даже от кого по клавишам еще авто то есть это он сам будет выбирать куда забирать воздух если датчик датчик воздуха порядке то он сам отключат и переключить то есть едешь порой едешь дует печка раз он что-то переключился два чё-то он переключился так то у нас максимально нажимаем и вся весь поток идет на лобовое стекло датчики температуры они определяют температуру от обогрев заднего стекла это рест она включается только когда я вынул ключ из зажигания то есть остаточным теплом то есть он выгонит все тепло из протяжении там какого-то времени климат еще что по климату омыватель стекла то есть включаем омывалку и автоматически машина начинает забирать воздух из салона на какое-то время сделано для того чтобы запахи пары не замерзайки не попадали в салон точно так же когда мы включаем заднюю передачу печка тоже переходит в режим забор из салона чтобы так сказать когда сдаешь задом не хапать хлопные газы чтобы они не попадали в салон пепельница ну как раз уж тут уже начали пепельница пепельница у нас такая открывается закрывает так открывается но вот так здесь тушить сигарету у меня здесь принципе одни конфетки только лежат иногда так по козырькам козырьков здесь четыре на прошлом дороге было пять еще один был вот здесь закрывался очень удобно зеркальце для чего их 4 едешь особенно если на дальняк то есть один можно отвернуть так но здесь и приходится постоянно голову убирать и пожалуйста вот опаньки и вот вам 2 вы можете сделать угол для того чтобы было так сказать удобно если едешь долго и допустим солнце светит где-то вот так ты повернул и солнце светит теперь здесь так что вот так вот так по козырькам так все у нас там за бортом четыре с половиной градуса двигатель ну не прогрет еще но отглушен двигатель так так на так как вебаста не выключена то есть выключить надо вот на эту кнопочку тут написано 10 минут я могу убавить 9 минут там 8 но он еще погреется ну все току в хайд приводите либо выключить то есть он сейчас будет вот работать могу нажать как ну принципе пойдем смотреть что у нас там так вот слышно любо статрудится сейчас микрофончик подсуну ну пошел пускай трудится так открываем наш двигатель так вот так вот здесь все так что можно сказать по этому движку так вот она проблемная тема вот этот коллектор и вот этот коллектор какой-то из них первый конечно выходит из строя вот а точнее там сзади вот тут все покрывается грязью маслом солярой вот но здесь вот так вот вот то есть был проведен чип тюнинг сами они остались на месте клапан игр не глушился вот то есть просто электронно открылись клапана они у меня принципе в нормальном состоянии вот один и второй при они открыты и все и заглушился электронно также игр машинка прибавила в скорости стало меньше кушать ну и проблем нету то есть масло теперь более чистое ресурс двигателя так сказать продлил слышно как ебаста работает так ну по движку наверно тут че тут ну вот как то так все вот если так рассказать турбинка у нас находится вот здесь ух тепленькая топливный фильтр гидроусилитель руля тормозная жидкость находится вот здесь под решеточкой вот там бачок ну маслозаливная горловина антифриз вот здесь находится у нас и ну что у нас здесь это у нас под не замерзая чку но фильтр фильтр находится воздушный здесь масляный фильтр вот он на принципе больше не думаю что вам что-то еще нужно знать все остальное лучше не лезть самим самим все третий пункт косяки косяки по кузову что у нас косяки детская болезнь это скол вот он я сейчас конечно подмазал ремкомплектом но это вот болезнь открывают когда и скалывают так как угол ну короче у всех туарегов такая болит смотрим с этой стороны с этой стороны меньше вот он маленький уголочек били меньше в принципе достаточно пары раз крылья здесь пластиковые ну как и бампер собственно капот алюминиевый все остальное сталь так ну у меня машинка дизель трехлитровый v6 224 лошади по документам до сотни после чипа пуляем 7 и 6 7 и 8 замерял я это по приложению в андроиде то есть он за счет гироскопа и gps измерять то есть закрепили телефончик он машина стоит на месте как только происходит рывок в телефоне так сказать гироскоп автоматически включать секундомер вот и по gps отслеживает вот но я отслеживал как по спидометру так и по gps по спидометру он набирает 7 и 5 7 и 4 секунды вот но мы все знаем что спидометр всегда врет это он набирает на 95 то есть 95 км в час и на спидометре реально 95 а на спидометре он показывает сотку вот и по приложению он показывает где-то 7 и 6 7 и 8 секунд машина прет при этом она кушает лонг темп то есть долгий пробег и смотрим дистанции то есть за 547 километров у нас сейчас будет информация то есть за эти 507 километров средний расход составил с 10 10 и 3 литра на сотню это в среднем учете что у нас было минус 10 11 весь этот период расход вот он у меня 8 8 получился с момента старта это с включенной вебастой паркуемся так с момента 28 минут составил маршрут и средняя скорость это было так дистанция 18 километров при скорости 37 километров в час расход вышел у нас 89 но это вот он сейчас вот как раз уже стоим на месте тарахте так ну вот я стал в пробочку вот он получается у меня расход вот и написано вверху синим сенс старт то есть показания ну и все какие бы не выбрал показывает с момента старта так ну вот к примеру 8 и 5 он уже на то что мы в пробочке начинаем тошнить вот сенсы старт трава то есть время в пути 23 минуты я еду с момента старта затем средний расход 8 и 5 у меня выходит с момента старта дистанция 16 километров с момента старта то есть эти 8 и 5 он показывает на эти 16 километров средняя скорость 43 километра в час у меня из этих 16 8 километров заняла до трасса 8 километров все остальное я еду вот уже по городу по пробкам вот по таким то есть стоим трогаемся потом светофорчики вот на улице минус 2 с половиной машина была прогрета вебастой то есть вечерний час пик так сказать 1 февраля так ну и если взять лонг темп то есть можно выбрать вот это было сенс старт с этого момента то есть есть с момента заправки так тихо с момента заправки и еще лонг темп но так как я скидывал аккумулятор лонг темп у меня вот мы выбираем и с лонг темпом у нас прошла по дистанции 220 километров я прошел с того момента и средний расход у меня составил 9,8 то есть за эти 200 километров это с учетом того что работала вебаста и жрала солярку вот до этого я хотел снять да насколько долго я катался то есть я прокатился 9 тысяч 900 километров с расходом в 9,5 9 тысяч средний расход показал 9,5 я хотел максимально набрать этот расход то есть до 10 тысяч догнать но даже догнал до 10 тысяч и он сбросился на ноль вот это городское немного чуть-чуть трассы ну трасса сейчас какая она тошниловка грязь снег слякоть то есть машина все равно больше 10 очень сложно заставить ее есть нет если пулять ее можно заставить и все 14 показать хотя нет 14 ни разу мне не показывала ну так что вот такие дела то есть а ну так что вот и и и и и и и и и